окей доброе утро дорогие друзья сегодня по традиции уже сложившийся у нас с вами встреча которая называется завтрак с библии и сегодня я читал как раз о том что такое главные заповеди закона когда велика о чем о чем говорит закон иисуса спрашивали и он отвечал что есть две заповеди которые говорят что возлюби господа бога своего в сердце всем сердцем своей всем душой своим разумением своим и возлюби ближнего своего как самого себя и вот в ключе некоторых вопросов которые обсуждались вчера на глобальном лидерском саммите на котором я был и то что я сегодня прочитал это что сегодня утром происходило как раз я хотел поговорить о любви ближнему как она вообще как она вообще проявляется в каком виде она нам нам и понадобится или в каком виде мы должны ее использовать в нашем бизнесе казалось бы где бизнес да и где любовь многих возникает такое ощущение что ну говоря мирским языком что клиента в бизнесе надо не любить а с ним любовью заниматься да то есть это как бы такого подобное мнение существует среди многих предпринимателей к сожалению и грубо говоря желание многих бизнесменов от клиента поиметь так вот вчера глава и создатели глава компан как называется группы отелей капелла говорил о том что такое любовь ближнему и самое главное что на что обратил внимание на то что мы проявляем эту любовь ближнему христианскую любовь ближнему именно только вот в наших домах именно в наших там отношениях с братьями и сестрами в церкви может быть в отношении с другими людьми может быть мы проявляем добровольческую деятельность но стоит нам открыть бизнес как мы начинаем вести бизнес по мирским законам и вот чтобы этого не произошло нам необходимо переформатировать свой мозг и как бы я стараюсь это делать своем бизнесе так или иначе я уделяю очень много этому внимания но я вот вчера и сегодня тоже утром предпринял такие некоторые шаги по улучшению этого направления деятельности то есть о чем собственно идет речь давайте возьмем сферу например взаимоотношений бизнеса с клиентом большинстве бизнесов что знает бизнесу своем клиенте скорее всего он знает то что он где-то живет да он знает его адрес он знает скорее всего его телефон возможно он знает что он там женат или замужем и что у него может быть есть дети ну и скорее всего все редко в каких бизнесах ну в последнее время конечно это проявляется все чаще но обычно в бизнесах не знают даже дня рождения или годовщины свадьбы своего клиента ночью я не говорю уже там о хобби о всяких других вещах и вот этот человек его за фамилия его шульце а как его зовут я что-то не помню такое простое поэтому не запомнил имя немецкое так вот он сказал такую вещь его пригласили как одного из самых успешных владельцев крупной такой компании гостиниц его пригласили прочитать лекцию будем так говорить в одном из крупных крупнейших банков когда он описывал он говорил так заходишь банк у них это огромное здание это такие двери как ворота дубовые заходишь внутрь там там вот чувствуешь деньги это вообще что-то на деньгах вообще все построены все построены из денег сидит говорит 8 тейлеров за шикарной такой кассой там она вся в мраморе и так далее ягарь был номер 4 8 этих вот тейлеров сидит там ну как и называется банковских служащих и я вижу что освободилась там место я туда иду по номеру своему вдруг сзади слышу такой громкий женский голос такой недовольный есть да или там next я поворачиваюсь с испугом думаю стига она сказала значит надо пойти к ней так следующий я как подхожу к ней и она сидя упёршись взглядом в этот самый в бумаге предыдущей своей транзакции которые она делала пытается ее каким-то образом там завершить не говорит ему значит что поднимает голову что ягод банк да это что-то что получает от меня деньги и эти люди должны как мы каким-то образом хоть карты меня любить да а когда она подняла на меня говорит свой взгляд я понял что она всем сердцем своим ненавидит меня но тем не менее ягод подошел и говорю я хотел поменять тебе 50 долларов и она говорит окей взяла у меня эту купюру почитала 10 20 30 40 50 next на следующий ну ягод конечно отошел но теперь представьте говорит что вы владелец этого банка и именно эту банку я шел рассказывать об обслуживании клиентов мне нужно посмотреть как у них обслуживаются клиенты и если вы были владельцем этого банка как бы вы отнеслись к тому что вас вот так вот обслуживают в этом банке и он говорит клиент пришел в этот банк он не запомнит какие какого качества товаром получил он получил качественный товар ну деньги на какой может быть не качество он получил его быстро да то есть не было никаких задержек но отношения которые он получил он запомнит навсегда люди не за не запоминают тот товар который они покупают они запоминают отношения если бы эта девушка сказала бы ему да мистер шульце там я вот вам меняю на чем-то вам 10 долларов 20 30 40 и вот еще говорит вам 10 долларовая монета потому что я знаю что вы собираете коллекционируете монеты спасибо и я готов буду вам вас обслужить следующий раз приходите еще если вы ко мне обратились по имени сказал он если бы они вспомнили хотя бы чем я занимаюсь если бы они хотя бы посмотрели в карточку клиента как бы вот сейчас во всех банках например невозможно подойти никакому никакому служащему без того что он откроет вашу карточку клиента вы берете когда номер вы набираете свой номер банковского счета и так далее то есть все что сегодня происходит он год когда-то это было ну недосягаемо это что-то было такие но если кто помнит номер номер очки такие отрывались от стены там и мы по этим номер очкам подходили там кто следующий я за вами да вот эта женщина она стояла за мной она отходила в магазин короче говоря сегодняшний день любовь к клиенту она проявляется в том что мы проявляем к нему внимание клиент вряд ли запомнит какой продукт он вас купил вчера какой позавчера он не делает разницы но он очень хорошо запомнит как мы к нему относились и поэтому один из шагов которые я предпринял в нашем бизнесе это проявить вот это вот возлюби ближнего своего как самого себя для нас ближний это клиент и второе то что я решил лучше потому что меня эта система существует уже очень давно и всегда и я стараюсь ее проявить в разных конечно вариантах потому что написано в библии кого любит того на наказывает а я наказываю своих учеников и своих сотрудников но не в смысле что там наказываю их прям так розга я наказываю как бы могу повысить голос и они прекрасно знают почему большинстве случаев они знают что обосновано но я не буду продолжать их наказывать потому что если человеку не указывает на его недостатки он не будет улучшаться если все время года ты крутой ты молодец ты сможешь ты справишься все человек будет думать что он крутой и в результате у него развития не будет но одно из направлений которые я взял на вооружение это обращаться с сотрудниками как как с ближними своих и один из ближайших вебинаров я подготовлю как раз по материалам этого саммита я расскажу вам как как у него это работает вот у этого шульца и как это будет работать у нас компаниях это может работать у вас в компании потому что на самом деле это просто это гораздо проще чем мы думаем и вот это вот вот это любовь ближнему своему она она должна проявляться у нас здесь и это пожалуй основной козырь конкурентной борьбы которые мы бизнесе людей которые верующим так господь благословил у меня в компании все работают работники верующие я знаю что мы не единственная компания но по крайней мере я знаю что на рынке бизнес тренингов то на рынке инфобизнеса это единственная компания в которой все сотрудники верующие русскоязычного я имею ввиду рынка и возможно я как пионер в этой области хочу быть флагманом да то есть я хочу показывать пример того как должна вестись работа в компании в которой все верующие и руководитель верующий и как мы воплощаем христианские принципы заповеди иисуса все что написано в библии в то как в то что происходит в нашем бизнесе как он продвигается и чем он отличается от мирских бизнесов где ближнего то есть клиенты сотрудника не любят а его имеют то что называется с утра до вечера ему не хочется никогда приходить на работу потому что его там не любят а его имеют и это две большие разницы мы в нашем бизнесе по крайней мере стараемся проявить так себя и ну и руководители и собственно говоря и и как продавцы клиента мы проявляемся проявить этот принцип любви ближнему своему максимально и вам рекомендую вот такие мысли мне пришли сегодня утром это был мой мой сегодняшний завтрак с библией и я желаю чтобы ваш день сегодня прошел плодотворно чтобы он принес вам максимум пользы чтобы он принес вам максимум благословения и просто почаще проводите время с библией из нее почерпайте гораздо больше идей идеи о том как быть качественным предпринимателем чем вот просто набираясь опыта у разных людей конечно опыт я не отметаю я сам обучаюсь у многих предпринимателей но библия все-таки дает генеральное направление по которому нужно действовать и действовать так чтобы этот бизнес был благословлен благодарю вас за внимание в то что принимали участие в сегодняшнем нашем вещании и до встречи завтра в 9 часов утра в передаче нашей завтрак с библией с вами был авиер станкевич пока